В Нью-Йорке, если вы не знали, теперь не 4, а 5 сезонов. И 5-й новогодний праздничный не зависит от порядка его номера очередного штамма коронавируса. И, кстати, изменение климата. Если нет снега, его привезут вместе с айсбергами, пингвинами и полярными медведями. На 5-е веню объявлен 5-сезон. Предновогодний тон задает фонтан Пуллицера. Обычно это место очень изысканное напротив гостиницы Плаза, но сегодня просто волшебный аттракцион. Новый уличный декор появился мрачной зимой 2020 года. Как ни странно, именно в разгар пандемии в городе появилось сразу несколько новых точек рождественского притяжения. Нью-Йорк остается собой и в горе, и в радости. И с новым коронавирусом, и с Новым годом. Это проект Нью-Йорк, Нью-Йорк. Чудо на 34-й улице или «Ирония судьбы»? Праздник, маркетинг и самый любимый новогодний фильм американцев. Они всегда возвращаются. Улыбка, рокетс и Гранд Бартман. Радио Сити Мюзик Холл поднимает занавес после ковид-антракта. Остатки прежней роскоши Нью-Йорка – лучший подарок. Люстра из легендарной Волдорфа истории и другие старые добрые вещи. Ищут новых хозяев. От светящегося фонтана у Плазы до золотого Прометея у Рокфеллеровского центра медленным прогулочным шагом минут 20. Но если хотите растянуть удовольствие, возьмите такси. В городе опять пробки. Шутка, конечно, но новые уличные декорации на 5-й авеню того стоят. Субтитры создавал DimaTorzok Можно прилипнуть к роскошным витринам Бергдов Гудман. Можно полюбоваться 12-этажной елкой Луи Виттон. Можно рассмотреть бриллианты в крошечных окошках Тиффани. Но это все мы, кажется, уже видели. А вот игрушки в десятки раз больше настоящих, в тысячу раз ярче. Это что-то новое, чего до пандемии не было. Маршрут праздничных скульптур. И тут включаются все цензоры сразу. И детство, и вера в чудо, и неминуемый шоппинг вокруг. Старый голливудский фильм «Чудо на 34-й улице» жмет на те же точки нью-йоркского архетипа. «Белив», верьте, это, пожалуй, самый долгоиграющий рекламный слоган. Да и фильм тоже. Ася Долина сейчас объяснит. Я на самом деле сама не вполне понимала, в чем прикол с этим рождественским настроением. Возле магазина «Мэйсис» на 34-й улице. Ну, витрины и витрины, украшения и украшения. Пока сама не посмотрела тот самый черно-белый фильм 47-го года. Который в русскоязычном пространстве мало кто знает. Но здесь, в Америке, он считается культовым, разлетевшимся на цитаты и мемы. Эту сказку пересматривают каждый год на праздники, примерно как у нас, иронию судьбы или с легким паром. Вы не могли бы, пожалуйста, сказать ей, что вы не настоящий Санта-Клаус, что Санта-Клаусов не существует? Мне жаль, миссис Уокер, но я вынужден с вами не согласиться. Санта-Клаус не просто существует, но еще и стоит сейчас перед вами. В 47-м году фильм «Чудо» на 34-й улице получил рейтинг «Би» за аморальность. Главной героиней была разведенная женщина с ребенком, которая строит карьеру в большом городе. Актриса Морин О'Хара писала потом в мемуарах, что роль Дорис, которая больше не верит в чудеса и рассчитывает только на себя, зацепила ее настолько, что ради нее она вернулась в Штаты из родной Ирландии. Во время знаменитого парада воздушных шаров, который универмаг Мэйсис устраивает каждый год перед началом рождественского сезона, Дорис знакомилась с Крисом Кринглом, обаятельным бородатым чудаком, который на полном серьезе считал себя Санта-Клаусом. Весь фильм Крис Крингл в исполнении Эдмунда Гвена, который получил за эту роль Оскара, убеждал в существовании самого себя дочку Дорис Сьюзан. Но на самом деле он как будто беседовал со внутренним ребенком каждого героя. А как ваше настоящее имя? Это мое настоящее имя. Ты уже во второй класс ходишь? Да, это школа для одаренных детей. Говорят, что Валентайн Дэвис, автор рассказа, который лег в основу фильма, придумал историю о бескорыстном Санте, эдаком князе Мышкине в мире капиталистов, когда в очередной раз увидел безумные очереди за рождественскими подарками в нью-йоркском Мэйсис. Мы должны продать все эти игрушки, понимаете, залежавшийся товар. Кое-кто из детей еще не решил, что он хочет получить на Рождество. И тут вы невзначай советуете им что-то из этого нашего списка. Идея бессовестной, тотальной коммерциализации светлого религиозного праздника показалась ему настолько безобразной, что он придумал целый мир, где циничные бизнес-воротилы сталкивались с то ли волшебником, то ли сумасшедшим. И их ценности просто рассыпались при столкновении с добром. В книге «Путь Криса Крингла» во многом напоминал историю Иисуса Христа. Он появлялся в городе накануне праздника, он тоже критиковал торгашество, он тоже пытался вдохнуть во всех подряд веру в чудо. Ну и самое главное, он также представал перед судом, где ему нужно было доказать, что он тот, за кого себя выдает. В фильме настолько прямого религиозного подтекста не было. Зато было много цитат, которые американцы до сих пор вписывают в рождественские открытки. Например, такая. «Вера – это то, что твой рассудок отказывается принять. Если с первого раза получается не так, как ты хотела, то ты не должна терять веру в людей». Ну и, конечно, знаменитая «I believe» – «я верю». Я верю. Останови, дядя Фрэнк, останови. «Я верю» или «верь» – это один из самых старых слоганов города Нью-Йорка. «Мэйсис» использует его и по сей день, и для привлечения покупателей, и ради благотворительности. По одной из версий, слоган отсылает нас к знаменитой истории конца 19 века, когда девочка Вирджиния отправила письмо в газету, в котором она усомнилась в существовании Санта-Клауса. Но жители Нью-Йорка все-таки склоняются к версии, что «Believe» – это привет от того самого сумасшедшего Санта-Клауса Криса Крингла из «Чудо на 34-й улице» и предупреждение, чтобы американский народ не сходил с ума от коммерциализации, несмотря на то, что мы живем в потребительском обществе. И, видимо, для американцев этот месседж по-прежнему актуален. Фильм «Чудо на 34-й улице» внесен в Национальный реестр кино, занимает пятое место в списке десяти лучших фэнтези-фильмов, да и просто он до сих пор передает дух Нью-Йорка – города циников, которым на самом деле хочется обыкновенного чуда. Прошлой зимой Голлит старательно заглушал свою боль новыми огоньками, но при этом никого не пускали внутрь. И даже самое знаменитое нью-йоркское шоу «Christmas Spectacular», которое не прерывалось с 1933 года, было отменено. Но вывеска «Радио Сити Мюзикола» при этом сияла. Это вообще, надо сказать, еще один краеугольный камень, если угодно, Рождества по-нью-йоркски. Здание сохранилось в первозданном виде. И когда не так давно здесь делали ремонт, не пришлось менять даже столетние лифты. Одним словом, спектакл. Хотя на русский одним словом не переведешь, это и неповторимое, изумительное, эффектное шоу. Что это на самом деле такое знают за этими стенами. Очередь под козырьком «Радио Сити Мюзик Холла» выстраивается по шесть раз на дню. С начала ноября до 2 января. Это долгая семейная традиция и большая нью-йоркская гордость. Я веду своего внука. Это его первый раз. Мне пришлось ждать этого момента, кажется, всю жизнь. Я очень волнуюсь. Это была ее идея пойти смотреть «Рокетс». Ну да, это была моя идея. Наши мужья – родные братья. Как вы прекрасно выглядите перед представлением. Я просто люблю Рождество и кошек. Это же классика. Я хотела взять своих дочек, но решили пойти совершенно внезапно с моей мамой. Это просто самый лучший способ начать рождественский сезон. Это не первый мой раз, и я обожаю это шоу. Простите, а вы тоже танцовщица «Рокетс»? Нет, к сожалению, я просто тут стою, развлекаю людей в очереди, чтобы они не скучали. Я мечтала бы об этом. А что нужно, чтобы стать танцовщицей? Ой, прежде всего, это рост. Ты должна быть где-то от 165 сантиметров до… Я примерно 157. А я где-то 160, так что мы обе-коротышки. Ну, по крайней мере, мы можем улыбаться, как профи. Конечно, зато я могу улыбнуться, как звезда. Улыбка, осанка и взмах ноги. Выше бедра, но не выше ключи с партнершей справа и слева. Казалось, самый синхронный кардебалет в мире невозможно сбить с ритма. Но 2020 число как чечетка вписано черным в их расписание. Прошлый сезон оказался мертвым. Тем больше жизни сейчас. Если честно, мы сейчас переживаем моменты серии «Ущипните меня» в это невозможно поверить. Даже оркестр, который снова играет вживую, как в первый раз звучит иначе. Я так долго не слышала живой музыки, и мне кажется, это ощущение реальной сцены и новой танцевальной па, которой мы разучиваем, чтобы снова удивить публику лучшим шоу. Это такая очевидная, сильная, живая энергия, которую невозможно почувствовать, сидя в своей комнате на диване перед телевизором. Это моя самая большая ценность. Настоящий театр. Театр без солистов. Технически просто кардебалет. Что-то среднее между французским варьете, американским мюзиклом и армейским подразделением. Шесть недель тренировок по шесть часов в день. И конкурс в этот рождественский буткемп по пятьдесят танцовщиц на место. Некоторым везет на десятый год. Я примерно с шести лет тренировалась изо всех сил. Я до сих пор помню, как я смотрела представления «Рокетс» и мечтала, если они могут, я тоже когда-нибудь смогу. Я работала над своими «Батманами» с первой минуты. Без этого вообще не пройти конкурс. За этот упорный труд, неснимаемую улыбку и перфекционизм американцы и обожают своих «Рокеток». Всех сразу и каждую по отдельности. Во время пандемии, лишенные аплодисментов, они получали лайки. Крупный план Инстаграма вместо общей шеренги на сцене. Их интересно рассматривать как бусины в елочной гирлянде. Гримеров у «Рокеток» нет, но есть стандарт. Губы цвета Russian Red, черные стрелки и французский пучок. Костюмеры есть, но 9 образов за спектакль они меняют самостоятельно и стремительно. 78 секунд. И вот снежинки уже солдатики. Те самые, с которых начиналось шоу почти 90 лет назад. Солдатики сцены не сдаются, они даже падают с точно рассчитанной амплитудой и встают с гордо поднятой головой после антракта длиною в год. Первый день репетиций был великолепен. Мы все стояли перед дверью и ждали 10 часов утра. И когда настало время, я сказала «добро пожаловать в танцкласс». Если мы вернулись, значит и Нью-Йорк вернулся. Понимаете? Ну что, готовы работать? Радость можно найти даже в самые темные времена. Главное не забыть включить свет. Это не я сказала, это Джоан Роулинг. Действительно, такое впечатление, что после пандемии в предрождественском Нью-Йорке стало больше огней. Ну, впрочем, в истории города это случается не первый раз. Роквеллеровская елка появилась во время Великой депрессии. Нью-Йоркцы с восторгом принимают новые паттерны Рождества, но иногда же какие-то вещи уходят. И есть одно место в этом городе, где их находят, собирают, коллекционируют и отдают в хорошие руки. Владимир Ленский присмотрелся к старым вещам. С каждым ремонтом и каждой реконструкцией Нью-Йорк теряет кусочек своей старинной роскоши. Лепнина, статуи и латунные плафоны – все это из той эпохи, когда минимализм был не в моде. Только вот в зеркальных поверхностях новейших небоскребов не видно изюминки старых добрых вещей. Когда витрину магазина украшает циферблат без стрелок, значит, время не имеет значения. В Old Good Things все несовременно. Здесь собирают кусочки ускользающей красоты вечно меняющегося мегаполиса. Мы в первую очередь ищем архитектурные элементы старых нью-йоркских зданий. Вот, например, нечто совершенно исключительное – Бахус. Эта терракотовая скульптура стояла на крыше дома номер 4 на Парк-авеню. Там когда-то был отель Вандербилд. В центре торгового зала накрыт стол к чайпитию под уникальной люстрой – уголок Уолдорф-Астория. В старинном отеле уже несколько лет идет капитальный ремонт. Гостиница будет не менее роскошной, даже отказавшись от своего исторического наследия. И все же достопримечательность – это не только фасад, но и все, что за ним скрывается. Люстра из отеля Уолдорф-Астория. Это действительно мило. Люстра из муранского стекла была установлена в ходе ремонта в прошлом веке. Превосходный светильник в стиле ар-деко сделан специально на заказ для Уолдорф-Астория. Легендарный отель принимал монархов, кинозвезд и американских президентов с 28-го по 44-го. Это белая дверная рама из президентского люкса в отеле Уолдорф-Астория. Каждый президент, начиная с Уудро Уилсона и заканчивая Бараком Обамой, проходил под ней. Все они там останавливались в этом люксе. Это действительно особенная вещь. Немало таких особенных вещиц, больших и маленьких, растерял и другой легендарный нью-йоркский отель – Плаза. Часть его номеров переделали под квартиры. Гостиничный декор, даже роскошный, не вписался в эстетику современного кондоминиума. Каминные накладки, особенно мраморные – наша специализация. Это из отеля Плаза. В ранние 2000-е, когда там сделали ремонт, мы купили немало таких. Что-то в районе 150. Это было в номере 1163. Если ты в этом номере останавливался, наверняка узнаешь. Я видел такие места, как Плаза, после ремонта, где удалены почти все эти великолепные элементы декора. Я думаю, что чаще всего это ошибка. Но если вы наняли своих декораторов, у них свои идеи, они хотят что-то изменить, так эти вещи к нам и попадают. А это похоже на Рокфеллер-центр. Это и есть из Рокфеллер-центра. Это репродукция барельефа из театра Рокси, который снесли. Гигантские светильники Бра из реконструированного здания на Мэдисон-сквер тоже готовили на свалку или в металлолом. Там, где теперь итальянский супермаркет, раньше находился Международный центр игрушек. Его вестибюль украшали 28 таких светильников. Нью-Йорк постоянно переодевается, меняя латунь на хром, хрустальные плафоны на светодиодные лампы, терракоту на тонированное стекло. У архитектурной моды свои тенденции. Но Джин Джакума знает, как популярна повсюду в мире нью-йоркская классика. Плафоны, дверные ручки, камины, оконные и дверные рамы из этого магазина разлетаются по адресам от Австралии до России. 1880-е, 1920-е годы, я думаю, это лучшее время здесь, в Нью-Йорке. Это, конечно, не та старина, что в Европе, но это период высокого качества, которое вы сейчас не найдете ни во внимание к деталям, ни в мастерстве. Разве закажет сейчас какой-нибудь банк для себя вывеску у компании Тиффани? Разве повесить часы в ореховом корпусе в своем процессинговом центре Амазон или Гугл? Среди старых добрых вещей можно уловить атмосферу навсегда ушедшего Нью-Йорка не только среди предметов, но и среди звуков. Заведи Виктролу, послушай джаз. И все же самая популярная мелодия в торговом зале это звон кассового аппарата. Классическое качинг вошло в английский язык как слово, означающее деньги, прибыль, финансовый успех. Мы пользуемся одним старинным кассовым аппаратом вполне всерьез. Хотя наличными сегодня почти никто не расплачивается, знаете ли, все равно приятно слышать старомодный звук. И лишь двумя предметами Джим не расстанется ни за какой качинг. Эти два страшных зверя и талисманы на удачу, и охранники, которые давно сторожат вход в магазин, где собрано так много старых добрых вещей. Красочное световое шоу над витринами магазина Сакс, 5-я авеню. Напротив елки у Рокфеллерского центра еще один пункт из разряда, что называется Масс-Си. Списки рождественских впечатлений Нью-Йорка. Но если здесь каждая лампочка оплачена большими банками и корпорациями, то там, куда мы отправимся через неделю, чудо Рождества создают за свой счет. До встречи в следующее воскресенье в том же городе, в тот же час, но на новом месте. Это проект Нью-Йорк, Нью-Йорк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...